МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Поговорим сегодня о моделях человека. Не об искусственном интеллекте и не о чудо-роботах последнего поколения, а о самых простых и изначальных моделях – куклах. Самые древние куклы, обнаруженные на сегодняшний день, считается найденная в гробнице маленького египетского фараона фигурка возрастом 4 тысячи лет. Сделать куклу человек может из любого материала, который попадет ему под руку. Причем не только сделать, но и оживить ее своим воображением. Самые древние куклы делались из привычных вещей, окружавших людей в повседневной жизни. Можно было взять пучок обычной теравы или соломы, свить из него небольшой сноб и перевязать веревкой. Вот тебе и кукла. А для того, чтобы эта кукла устойчиво стояла на столе, снизу ее соломенное платье необходимо было подровнять. Так вот, за то, что соломенные подолы у таких куколок подстригали, на Руси их так и прозвали – стригушками. А когда человек научился делать ткани, то появились тряпичные куклы. Древнейшая кукла из ткани хранится ныне в Британском музее, и датируется она III веком до н.э. Такие куклы были традиционной игрушкой в быту русской деревни еще совсем недавно. Изготавливались они очень просто. Кусок ткани сворачивали в скалку, а сверху обтягивали белой тряпицей. Затем из лоскутков плели косы, делали платья и все остальное. Часто эти куклы предназначались для весьма серьезных целей, магических практик и гаданий. Поэтому лица их оставались белыми, нераскрашенными. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых сил. А значит, она была безопасна для ребенка. Как говорят, почувствуете разницу. Ведь сейчас безопасной мы считаем ту игрушку, которая изготовлена из экологически чистых материалов. А в старину, выходит, была совсем другая экология. В целом же, отношение к куклам в древности было намного серьезнее. Эти модели человеческих существ становились обязательными участниками традиционных ритуалов и празднец. И отличить древнюю куклу для игры от куклы для магического ритуала практически невозможно. Раскапывая трою, Шлиман нашел множество куколок. Они лежали вперемешку с другими детскими вещами и позволяли думать, что действительно предназначались для игры. Отдельный мир детства стал оформляться в европейской культуре только с 17 века. Постепенно игры, куклы и сказки ушли из большого мира взрослых в этот детский мир. Ну а детство со своими играми как раз и сохранило многие реликты древних архаических ритуалов. Явно обрядовый характер имели так называемые зольные куклы, история которых уходит корнями в глубокую древность. Зольная кукла появлялась так. Из очага бралась зола и смешивалась с водой. Потом из этой массы скатывался шарик, а к нему прикреплялась юбка. Такая кукла была оберегом женщины, дома и очага. При переезде на новое место эту куклу из золы домашнего очага обязательно брали с собой. Зольная кукла также считалась свадебной. Ее дарила мать своей дочери, передавая вместе с этим талисманом силу родного огня. Обрядовый одновременно хозяйственную роль играла в деревенском быту кукла зернушка или крупеничка. Небольшой мешочек наполнялся зерном. К нему приделалась голова, опять же без лица, повязывалась платком и подпоясывалась тесьмой пояском. Традиционно эту куклу наполняли гречишным зерном, пшеницей или горохом. Да что там зернушки и крупенички? Присмотримся повнимательнее ко всем нам знакомой кукле-неваляшке. Не спим, не сидим и ложиться не хотим. Днем и ночью мы стоим, очень весело звеним. Поется от имени таких кукол в детской песенке. Похоже, что это самая старая игрушка, в которой использован принцип устойчивого равновесия. Получить такую куклу, которую никак не уложишь спать, можно очень просто. Взять болванку со сферическим основанием и заложить ближе ко дну кусочек свинца. Первые русские деревянные неваляшки появились на ярмарках в начале 19 века. Назывались они куварканами. И изображали купцов, клоунов и девочек на шаре. Но откуда эти куварканы попали на российские ярмарки? Историки полагают, что из Японии. И действительно, в стране восходящего солнца издревле существуют куклы-дарума, очень похожие на привычные нам неваляшки. Эти японские дарума играют свою магическую роль. Они служат лучшим средством для ежегодного расставания японцев с грехами и несбывшимися надеждами. Поэтому дарума в огромных количествах готовят к Новому году. Как и у многих ритуальных кукол, у дарума нет глаз. Загадывая желание на будущий год, японец прорисовывает тушью в одной глазнице куклы точку, то есть открывает глаз. В течение года дарума хранится дома на видном месте, рядом с другими домашними объектами поклонения. Например, домашним буддистским алтарем. Если желаемое сбудется, то куклу ждет открытие второго глаза. И вновь почетное место в семейном алтаре. Ну а если дарума не выполнит просьбу, на следующий Новый год ее сжигают во время специальной церемонии. Но откуда у дарумы этот дар и такие способности? Дело в том, что прообразом этой игрушки стал живший в конце V-начале VI века легендарный индийский монах-отшельник Бодхитхарма. А дарума – это японское произношение имени Бодхитхармы, основателя буддистской школы чань по-японски дзен. В десятые годы VI века он отправился в Китай, где основал ставший впоследствии всемирно знаменитым буддистский монастырь Шаолинь. По преданию, в этом монастыре в течение девяти лет дарума Бодхитхарма предавался медитации, созерцая стену, не шевелясь и даже не моргая. От долгого сидения руки и ноги монаха отсохли, поэтому японская неваляшка дарума не имеет ни рук, ни ног. Как правило, даруму изготавливают из дерева или папье-маше, но порой попадаются и более дорогие неваляшки из слоновой кости. Обратим внимание, что и японская кукла дарума, и наши куклы-неваляшки, они же Ваньки-встаньки, обычно окрашены в красный цвет. Это не случайно, поскольку в древности считалось, что красный цвет отпуевает демонов, вызывающих оспу. В Японии дарума стала символом стойкости и выносливости, сложилась даже поговорка «семь раз упасть и восемь раз подняться», как дарума. Да и о нашем Ваньке-встаньке можно сказать нечто похожее. На этом миссия дарумы в России вроде бы не закончилась. Некоторые исследователи полагают, что эта ритуальная японская кукла повлияла и на рождение знаменитой матрешки. Правда, как это произошло, так до конца и непонятно. Кстати, почему она называется именно матрешкой, тоже не ясно. Но, конечно же, матреша – это уменьшительная от матрены, любимого женского имени в крестьянской среде. Возможно, игрушка своим обликом напоминала какую-то определенную девушку-матрешу. Поэтому и получила такое название. Итак, точная история происхождения матрешки неизвестна. Своим появлением на свет в 90-х годах 19-го столетия матрешка обязана токарю Василию Звездочкину. Это точно. Автором первой росписи этой оригинальной куклы считают замечательного русского художника Сергея Малютина. Но это под вопросом. Первая расписная восьмиместная матрешка изображала девочку в сарафане, переднике, платочке в цветочек, которая держит в руке черного петуха. Она была круглолицей и ясноглазой, с аккуратно убранными под платочек волосами. Внутри первой куклы помещается целое семейство, мало-мало меньше. Минимальное количество кукол вкладышей могло быть три. Ну а самая большая матрешка была представлена в 1970 году на выставке Экспо-70 в Токио, 72-местная. Ну вот, пока что о куклах все. Продолжение кукольной истории вас ожидает в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова